У меня тут очередное пополнение. Вот такое огромное. Подковать блоху. Оно вылупилось где-то сегодня утром, наверное. Вот ему всего где-то максимум 12 часов под роду. И вот, вот это вот, это целый гадюковый геккон. Это не просто так. А здесь где-то сидят его родители. Ну, как обычно, не могу фокусировать. Он выглядывает. Да, кот? Опять про невкусная речь. Нет-нет-нет. Вот так, садись туда. Там сиди. Ой, глаза-глаза. Да, мы про него. Я сейчас буду пытаться кормить его первый раз в жизни. Но не уверена, что он вообще будет есть. Для этого нам надо сверчки. Так, оно пытается сбежать. Оно, потому что пол его неизвестен. Мне кажется, надо салфеточку убрать, чтобы оно не убегало. Так, сверчка надо поймать пинцетиком. Вот, что-то я какого-то большого поймала очень. А, и он убежал. Вот. Ой, да, великовато. Обычно я кормлю мраморными тараканами новорожденными. А тут... А тут... А тут у меня сверчки. Ой-яй-яй. Сложно. Так, давай ты спустишься. Там будет много вкусного. Или тебе всё-таки тараканца поймать? Нет, надо всё-таки убирать салфетку сейчас. Так, вот салфеточку я убрала. Нашла поменьше сверчочков. Сейчас посмотрим, заинтересует его это или нет. Салфеточка. 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 Вообще, поскольку он только сегодня родился, он ещё может день или два вообще не есть. Потому что у него... Желточек. Внутри, который он втянул из яйца. И он может этим желточком ещё долго питаться. Кажется, он хочет уйти, ему тут не нравится. Вот. Где же сверчка? Это полезно. Внутри, вне, вне... Внутри, вне... И мне так нужно спрашивать. Отлично. Нет, это не получается. Нет, нет. Не страшно. Нет... Нет, не страшно. Нет. Нет, не страшно. Да, здесь... Что мне очень нравится, у гадюковых бекконов их узор от момента рождения и до взросления и во время взросления совсем не пропадает. То есть они вот как родились такими пятнышками, так они с такими и останутся. Поэтому их очень легко различать. У всех узор уникальный. О, большой. Давай, давай. Давай, сафари. Ой, ты молодец какой. Такой маленький, а уже целый гадюковый гекон. Победил сверчочка. Остальных я, конечно, уберу. То есть он сейчас этого съест и будет его переваривать. И других не нужно оставлять здесь. Они, конечно, достаточно маленькие, кусать не будут его, но своим шевелением и беготнёй они будут его тревожить. А это нехорошо. Вот. Ну, в общем, вот, молодец. Он поел, как большой. Это очень радостно. Сейчас я ему сделаю подстилочку. Фокусируется почему-то на голове не очень хорошо. Вот так, наверное. Вот. Салфетка для них плохая подстилка. Я предпочитаю вот именно таким малышам из пробки делать подстилку. Пробковая подложка, которая продается в строительных магазинах, для ламината подложка. У меня остались обрезки после укладки ламината. Я её использую вот как такие коврики для маленьких гиконят. Вот. Очень удобно. Хотя она не любит, когда её мочат, поэтому для бананоедов, которые любят влажность, например, она не подходит. А вот для таких пустынников или там и блефаров каких-нибудь, в принципе, вполне себе подходящая штучка. С неё ещё удобно там какашечки убирать всё это. Так, ладно, я буду убирать сверчков лишних, а мне нужно для этого все руки. Вот. В общем, вот такой вот у нас малыш. Этот, в этом сезоне, это шестой выросший гадюковый гон. Вот так вот. Вылупившийся.